Вот удивительная рижская история. Покровское кладбище в центре города. Бражу, ищу знакомые имена, художник Сергей Виноградов, который учил рисованию, родную сестру императора Ольгу Александровну, между прочим, великая княгиня, вот этими своими рисунками потом в Канаде какое-то время и жила, но продавала эти рисунки, и это давало ей возможность купить какие-то продукты для семьи. А потом вдруг вижу могилу с именем, которая заставила меня просто вздрогнуть. Евгений Финк, ну я не знаю как, да, по-русски это Евгений будет. Кто этот человек, который прожил зеркальные даты 85-58, 1885-1958? Это был предсказатель, который жил на Московской улице, Москачка, если говорить, да, как называют ее рижане, дом 149, по-моему, кто только к нему не приезжал. Вот как-то, например, к нему приехал Игорь Северянин, приехал со своей женой, спросил, отправляться ли ему в путешествие, и Финк сказал, ни в коем случае, будет катастрофа, впрочем, вы останетесь живы. И что вы думаете, Северянин в путешествие все-таки отправился, зачем тогда было приезжать предсказатель, у кого не послушал, и правда поезд попал, было крушение, но вот тот вагон, в котором находился Северянин с женой, не пострадал. А потом Финк еще сказал, что вы вот в Берлин собираетесь ехать, лучше бы вам не ехать, не самый ожиданный подарок вас там ждет, а вас, он посмотрел на жену Северянина, я и вовсе заклинаю от этой поездки. Но они поехали. И происходит выступление Игоря Северянина по всему городу, афиши, и оказывается, эти афиши. Прочла первая любовь Северянина, которая когда-то бросила будущего гения, денег не было, зачем он был ей нужен, и уехала в Берлин, но уехала с ребенком, с ребенком, которого она родила от поэта. И вот когда это выступление, она читает именно афиша, и она приходит на выступление, подходит к сцене и говорит, Игорь, конечно, он узнал ее, вздрогнул, жена еще в зале сидит, Игорь, у меня для тебя подарок. Какой подарок? И открывается дверь, и по зрительному залу бежит златоволосая девочка, дочь Северянина. Такой подарок, не самый ожиданный. Ну что говорить о жене? Жена, думаю, тоже была не очень рада, что тебя увидела и что поехала. Но дело не в этом, а дело все-таки в финке, в этом удивительном человеке, который предсказывал, например, и приход к власти Муссолини. А тогда про Муссолини. Какой Муссолини? Он это сделал. Он предсказывал судьбу Латвии. В общем, был человек совершенно невероятный. Кстати, его квартира на Маскачке, она значилась как фотоателье. Вот в этом фотоателье он принимал посетителей. Крест православный, я уж не знаю, как вот это предсказание и православие. Я... Вот конфетка. С уложением отношусь к этому человеку. А к нему здесь относятся еще и как к волшебнику, потому что вот здесь это старое дерево, и рассказывают, что приходят девушки, которые мечтают и замуж выйти, и детей иметь, и сюда кладут детали своей одежды. А те работники кладбища, которые следят за порядком, потом приходят, это достает. Спросил, а не страшно вам доставать из этого дупла? Они сказали, ну что бояться? Это же кладбище. Какое более спокойное место на свете, как не кладбище? Ну, может, они и правы.